доброе утро сегодня мы начинаем наш марафон по принтам приветствую всех присоединившихся еще ждем буквально пару минут и начинаем работать те кто не успел присоединиться или не может присоединиться посмотрят записи наш эфир а с теми кто готов начать рисовать мы сделаем это буквально через две минутки сегодняшний наш эфир посвящен вообще как и марафон посвящен принтом и мы с вами начнем рисовать собственно говоря рисунок это то что то с чего начинается создание принтов до без него никак поэтому так девочки я читаю ваши комментарии до эфира останется комментарии сейчас отключу чтобы вам лучше было видно то что я делаю вот собственно говоря давайте я пару слов расскажу о себе так коротко пока под присоединяются те кто присоединяется я художник акварелист художный дизайнер уже теперь пишу картины стиле ботанической живописи я член ассоциации художников ботанического искусства немного стиле игра акварельной графики пишу картины и все что я пишу все что я рисую имеет право стать дальнейшим принтом не все конечно рисунки становятся но тем не менее вот занимаюсь я акварелью четыре с половиной года и два с половиной года назад началась моя история как художника дизайнера и принтист собственно говоря когда вышли в свет первые мои шелковые платки так ну что нас 8 человек знаете давайте начнем мы я отключаю комментарии включу их уже ближе к окончанию давайте начнем и иначе мы не успеем эфир потому что может длиться только час и так сегодня мы с вами рисуем лимоны что я хочу сказать для начала для тех кто собирается рисовать собственно говоря и по своим принтом и по своим рисункам потом делать принты если вы не ботанический художник как я не надо усложнять себе работу делая сложные рисунки да потому что ботаническая акварель это многослойная живопись множеством мелких деталей и так далее обычно картину например формата 40 на 50 можно рисовать если неотрывно три-четыре-пять дней в зависимости от сложности когда мы создаем принты нам не нужна такая сложность поэтому сегодня я как раз взяла такой пример достаточно простой достаточно легкий без какой-то детализации мелкой но тем не менее он очень эффектный и красивый те кто видел во вчерашнем посте подборку моих фотографий в галерее в инстаграм да видел насколько получился эффектный красивый принт а нарисована мной было наверное пару или тройку лимонов которые потом просто я обыграла в этом принте так и так мы начинаем с вами рисовать начинаем всегда раз уж мы тут рисуем да я немножечко я техники вам скажу начинаем рисовать всегда сверху чтобы не смазывать то что у нас внизу начинаем с листиков сверху и как бы слева направо получается у нас такое движение я всегда прикрываем нижнюю часть салфетки на которой руку кладу мне так удобнее первый слой мы накладываем достаточно жидкий и кстати говоря если вы рисуете элементы для дальнейшего создания принтов то в отличие от того когда рисуете картину можно не сильно упираться до не сильно не обращать внимание на ровные границы заливки потому что в дальнейшем когда вы будете фотошопить свой чистить свой рисунок все эти края все эти неровности будут обработаны так что если у вас где-то вы не ровно какая-то линия у вас получится не не расстраивайтесь не обращайте на это внимание потому что все это фотошопе можно будет поправить так пока у нас сохнет первый слой листочка мы накладываем такой желтенький еле-еле прозрачный с водичкой слой кисточкой работаем достаточно быстро и интенсивно и обратите внимание что на референция да у нас многие может быть задались вопросом почему мы рисуем два лимона почему мы рисуем один я объясню вам для того чтобы ну как бы из одного элемента из одного рисунка из одного элемента сложно создать принт хотя у меня есть например платок и паттерн для дизайна поверхность ну для ткани скажем принта проще так с одним элементом с перцем получила может получиться и так но для того чтобы вам создать в дальнейшем когда вы уже будете на втором нашем дне с катей создавать принт в фотошопе чтобы вам было нагляднее и понятнее я решила что мы нарисуем с вами два лимончика они разные и потом вы увидите что из этих двух лимонов вы можете по-разному отделить элементы то есть не обязательно элемент целиком как нарисован так потом выкладывать его на дизайн поверхности в таком же виде вы можете отделить например вот у нижнего лимона возьмем вот у нижнего лимона видно ему смотрите у него листики как бы отдельно то есть у нас есть возможность их отделить и у нас сразу получается для нашего принта для нашего паттерна несколько элементов и лимон с листиками и листики отдельно а здесь верхнем в рисунке верхнем лимоне мы уже листики ну кроме пожалуй верхнего отделить не сможем и поэтому получается что вот в двух вот этих вот рисунках из двух этих рисунков вы можете сделать еще и дополнительные элементы вашего дальнейшего дизайна на ткани например да поэтому вот это тоже ваш важный момент когда вы продумываете какую композицию вам сделать как какие элементы вам нарисовать продумываете и этот эту возможность чтобы из одного элемента у вас при раскладке это потом уже фотошопе получилось несколько дополнительных элементов то есть где-то вы отделите листики где-то вы отделите бутончик где-то вы отделите еще что-то это значительно упрощает вашу работу и дает вам экономит время опять таки потому что все это временные затраты так продолжаем рисовать смотрим на рисунок да где у нас свет где у нас тени где у нас что и стараемся делать так же как на рисунки на оригинале да вчера спрашивали многие спрашивали что такое референс расскажу для тех кто не знает референс это та картинка то изображение это может быть фотография нарисованное все что угодно до изображение с которого вы потом делаете эскиз эскизы в дальнейшем работаете с ним то есть это могут быть ваши личные фотографии я хожу например на утренние свои прогулки где-то у меня там гранат цветет где-то у меня еще что-то цветет и я уже с целью для своих дальнейших творческих моментов да я уже фотографирую те же самые гранаты в нужном не ну по возможности если можно подобраться поближе там как-то к дереву плоду так цветку я уже фотографирую в нужном мне ракурсе сохраняю их в отдельную папочку но на убылке дома и потом дальше уже пользуюсь этим то есть не обязательно работать с натурой это как бы хорошо но уж для создания принтов это точно совершенно не нужно не является основным условием необходимым так что любые хорошие фотографии можно найти в сети да можно найти в том же пинтересте можно на них ориентироваться понятное дело что точная копия не приветствуется если это скажем уже чьи-то рисунки сделаны но внести как бы послужить образцом внести какие-то свои дополнения и создать уже свой оригинальный эскиз я не например ничего не вижу в этом плохого так что то что касается материалов я не знаю насколько все из вас рисуют акварелью я начинающим по крайней мере могу смело совершенно да и не только начинающим наша невская палитра замечательной краски выпускает это белые ночи у них последнее время очень расширилась палитра цветовая и краски хорошие я сама ими пользуюсь они есть и в кюветах есть и в тюбиках есть в наборах есть базовые наборы и как бы начиная 12 цветов и дальше больше можно подобрать отдельно какие-то какие-то цвета поштучно продают они их и в кюветах и в тюбиках в тубах в общем очень рекомендую импортные краски во первых все они без без исключения дороже чем наша невская палитра я пользуюсь брендами ван гог я пользуюсь брендами дэниэл энд смит американской да но они очень дорогие мне когда приятельница приезжала из штатов привезла мне несколько тюбиков по моей просьбе но знаете что я вам скажу реально надо вот я по крайней мере так для себя делаю я покупаю если я покупаю дорогие краски то обычно это те цвета которых я не могу найти скажем в невской палитре или в тех же бюджетных бюджетном аналоге ван гог он все-таки достаточно бюджетный вот поэтому эта история с красками такая кисть и вот сейчас я пользуюсь кистью фирмы pinux auroros они как раз для ботаники синтетически хорошей кисти на самом деле раньше я пользовалась но сейчас тоже моем арсенале есть кисть рублев тоже наши отечественные если это натуральный волос тут околонок он очень хорошо держит воду вообще чем приятные кисти в работе так что вот их смело можно покупать у pinux очень богатая богатый ассортимент так что можно выбрать и по цене и по качеству номера тоже всякие разные кисть у кисточек есть это что касается бумаги я во-первых очень хочу поблагодарить нашего спонсора артишок я сама все время покупаю у них бумагу и как только бываю в москве всегда закупаюсь и везу ее в стамбул потому что здесь нет этой бумаги английская бумага фирмы с сандерс вот и ford это бумага вот видите я уже смазала даже вот здесь вот сама вам говорю чтобы не рисовали сама смазала ничего сандерс вот и ford горячего прессования hot pressed сатин 300 грамм на метр плотность у нее замечательная бумага для новичков и для профессионалов очень хорошего качества она бывает белого цвета и бывает немножечко такая как вам сказать с бежевым с таким оттенком вот видите чем хорошо делаю я да на небольшом кусочке бумаги делаю эскизы элементы для дальнейших принтов и вот это вот то что у меня тут вот это бяка получилось смазала я которую вот все это фотошопе потом благополучно отрежется уберется и как будто ничего и не было пусть пока сохнет это вернет верхняя часть за лимон мы примемся потом так надо периодически меня посмотреть видно вам или нет видно что касается оборудование давайте вам расскажу да как проходит процесс у нас создание принтов вот мы нарисовали с вами рисунок неважно чем вы рисуете тут совершенно не имеет никакой роли до карандашами вот цветными рисуете линерами маркерами даст но любыми доступными вообще средствами че что вам больше нравится вообще не имеет никакого значения после того как посмотри ваш рисунок готов и он высох его надо отсканировать причем отсканировать его надо в хорошем разрешении не меньше 300 дп для того чтобы потом у нас был абсолютно хороший нормальный элемент для нашего фотошопа для того чтобы дальнейшей цифровой печати так как для конечного нашего продукта чтобы ничего не расплывалось было хорошее четкое изображение можно если у вас нету сканера можно безусловно можно делать фотографии но фотографии опять-таки должны быть конечно не телефонные это должно быть хорошее разрешение опять-таки для того чтобы в конечном результате у нас получилось все качественно четко изображение без всяких смазанных частей потому что выправлять это как-то другими способами нельзя у меня сканер профессиональный сканер у меня фирмка эпсон извините эпсон в 370 уточню еще посмотрю модель свои если честно я так на память не помню формата максимальный формат а3 сканирование или 4 у меня нет у меня 4 наверно самом получается формата габариты у него формата 3 получаются по сканировать можно формата 4 если я например рисую какие-то большие большого формата картины 40 на 50 ну как правило больше я не не рисую то тогда приходится конечно сканировать исхитряться сканировать то справа то слева то так положить то сяк положить опять-таки это у меня да потому что я зачастую использую для своих принтов и то что у меня нарисовано формате картин а если я не рисую формате картин а вот такие вот небольшие элементы на небольших ну не не более скажем а4 формата да даже если а3 то все это замечательно сканируется качество отличное стоит этот сканер по моему сейчас я покупала его тоже в москве кстати везла его из москвы стоит он по моему сейчас порядка 10 тысяч рублей но в общем это необходимая на самом деле вещь потому что без этого никак не получится сделать качественные изображения для того чтобы в дальнейшем работать фотошопе ну если есть возможность сходить куда-то в фирма которая делает сканы да можно и так но скана это в общем необходимая часть процесса необходимой необходимое оборудование для дальнейшего для дальнейшей работы и после того как мы отсканировали наш рисунок мы идем его дальше с ним работаем уже фотошопе о чем подробнее вам расскажет катя в своем эфире а мы пока продолжаем с вами рисовать лимончик и тут знаете я что хочу вам еще сказать но опять-таки имейте ввиду да что я исхожу лично из своего опыта и естественно делюсь с вами своими впечатлениями своими наработками своими лайфхаками когда вы рисуете специально для создания принта тут в принципе можно не заморачиваться на академические художественные навыки до тех у кого нет потому что многие говорили о я не умею рисовать а у меня не получится у меня то и все я вам хочу сказать что я у меня тоже нет художественного образования музыкальное я получила образование музыкальной школы я закончила в детстве а в художку не было у меня возможности ходить поэтому получилось так как получилось что называется периодически телефон звонит поэтому приходится мне его рубать да на чем я остановилась на том что я не получил художественного образования и но рисовала я всегда и вообще у меня коммунитарный творческий склад ума характер не знаю чего еще да поэтому как бы для принтов совершенно не обязательно иметь академические художественные навыки для того чтобы понимать да с какой там стороны у нас свет с какой стороны тень и так далее тому подобное тем более что то в принципе глядя например на понравившуюся вам фотографию да на понравившийся референс который вы хотите дальше перенести на сделать рисунок по нему если присмотреться если натренировать свои глаза которые в общем являются неотъемлемой частью как это сказать арсенала каждого художника да вы же увидите на картинке что вот здесь вот свет у вас падает слева вот здесь вот у вас темни вот здесь вот светлее и так далее то есть вот вот какие то элементы просто немножечко знаете как немножечко повнимательнее быть обращать на такие мелочи внимание и все обязательно получится в общем нет ничего помните как в одном известном фильме героиня хиджакова говорила нет ничего невозможного для человека с интеллектом поэтому я больше чем уверена что у всех получится не обязательно тут заканчивать какие-то там университеты и так далее и тому подобное непонятно что дальше мы с вами рисуем сейчас я включу комментарии вы мне напишите что у вас там получается как получается может быть есть какие-то вопросы и я тогда по окончании после того как я закончу рисовать я отвечу на ваши вопросы но вообще подробнее да думаю что если у вас возникнут вопросы вы их подготовьте и к нашему последнему эфиру третий эфир у нас будет совместный с Катей и вот в том эфире мы уже тогда будем давать какие-то подробные ответы на ваши вопросы потому что я думаю что они возникнут у вас ну а сегодня так немножечко я их проясню на какие-то вопросы отвечу здесь какое-то пятнышко образовалось но опять таки я говорю что вот эти вот какие-то если у вас произошли да если по плохо получилось заливка где-то там есть какие-то заломы неточности или неровности все это исправляется в фотошопе и чем это и хорошо что в отличие от того если вы рисуете картину да тут конечно акварель не прощает ошибок чушь говорить если уже что-то нарисовал то потом только заново все переделывать а если ты рисуешь исключительно для того чтобы потом свой рисунок обработать фотошопе сделать из него принт для дальнейшего дизайна поверхности любых обои керамика ткани это область применения очень широкая на самом деле тут вообще можно на это не обращать внимание главное результативность и хорошо изначально продумать свой рисунок опять таки да чтобы одним одним выстрелом убить несколько зайцев чтобы не потратить много времени на рисунок но тем не менее нарисовать достаточное количество элементов чтобы потом сделать из него принт ну вот соответственно по цветам тут может быть до вариаций в красках сколько угодно и дальше когда вы это будете обрабатывать фотошопе тоже можно будет программа дает возможность сделать это поярче автокоррекцию и так далее и тому подобное но вообще тема конечно принтов очень интересная потому что кто бы мне кто бы мне сказал три года назад что я буду делать из своих рисунков по своим рисункам со своим принтами выпускает платки и ткани шеи сумки и так далее и тому подобное ну я бы наверное очень сильно засомневалась в психическом здоровье этих людей которые бы такое высказали ну вот жизнь полна сюрпризов и неожиданностей и вот тоже кто многие писали что ой да я фотошоп не знаю вот порисовать порисую девочки я вам скажу честно что два с половиной года назад я вообще не знала то есть у меня как раз я тогда выпустила с помощью одной фирмы в Турции в Стамбуле ну на полистере тогда даже не на ошелке не на натуральном сделала пробную печать своих платков я безумно загорелась этой идеей но у меня не было тогда ни сканера никакого сканера у меня не было навыков даже работы в фотошопе мне казалось что это какой-то такой невероятно страшный зверь я скачала себе эту программу на ноутбук открыла ее посмотрела почитала какие-то уроки что-то там попыталась вертеть крутить у меня даже мышки не было потому что ноутбук да мне достаточно было встроенной мышки у меня даже мышки не было без мышки работать невозможно конечно в фотошопе и я была если честно говоря в шоке от того что я там увидела от того что я прочитала думаю боже какой ужас мне это вообще никогда не не одолеть и я начала искать но мысль то не оставляла меня это охота пуще неволь как говорится я начала искать где бы мне какие-то ну реальные действительно реальные конкретные понятные доступные уроки найти и кто-то мне я уже даже не помню кто кто-то мне посоветовал Катину группу на фейсбук я списалась с Катей она мне рассказала пригласила меня как раз у нее тогда назревал уже был почти готов курс по фотошопу вот как раз принты из оливки и она меня пригласила к ним присоединиться что я с удовольствием и сделала и вы знаете я вам хочу сказать что ведь мало научиться мало понять да мало как бы иметь желание нужно чтобы та сторона которая обучает именно в доступной форме именно вот для чайников да не люблю это слово но именно для чайников все было донесено именно так чтобы минимально возникли какие-то вопросы чтобы все было понятно и ясно и Кате именно вот ей удается доносить это именно так а не иначе и вот с тех пор я теперь что только не вытворяю с этим фотошопом вообще он у меня теперь лучший мой закадычный друг и я совершенно свободно с ним работаю поэтому не надо бояться не надо думать что это что-то непосильное совершенно какая-то программа нет очень хорошая программа очень нужная и главное что у Кати прекрасный совершенно курс прекрасно она объясняет в общем очень всем рекомендую и как это говорят у страха глаза велики поэтому берете и делаете берете и делаете если есть желание так ну мои лимоны почти готовы можно немножечко их здесь вот подтянить ну в общем в общем и целом с этим можно вполне работать кстати да вот сезон весна-лето один из трендов сезона весна-лето двадцатого года это так и называется фрукти и очень модно будут фруктовые овощные принты так что лимоны как раз очень в тему лимоны вообще очень я считаю такая благодатная тема в общем я когда выпускала сколько это уже получается три года назад первую свою коллекцию сумок текстильных у меня там как раз были лимоны на черном причем я тогда поскольку я это и сейчас я как бы вынуждена скажем так профессионально следить за трендами а тогда я вообще была не в теме но я знала конечно что такое что такое бренд дольче габбана да и так далее как раз тогда то ли накануне того года не помню я дольче габбана выпустила свои как раз лимонные принты и платье женские изделия с лимонными с лимончиками и люди начали говорить ой дольче габбан и срисовала туда-сюда а я если честно знаете как баран на новые ворота смотрела на них и говорила что я не как это не виновата я он сам пришел у меня были нарисованы лимоны у меня картина с лимонными висит до сих пор на моей кухне и я посмотрела пошукала по своим нарисованным картинам думаю о лимоны классная сумка была бы с лимонными то есть я вообще даже была не в теме что там где там дольче габбана ну дольче габбана и ладно то есть вот теперь уже наблюдая и отслеживая тренды я вам сообщаю что это что фрукты это модная тема будет грядущей весной и летом так что обычно на сезон порядка шести ну пяти семи трендов выдают модные институты точно так же как понтон выдают модные цвета на каждый сезон весна и лето и осень и зима в общем те кто делает создает свои паттерны конечно надо следовать этим трендам но опять таки следовать сумму следовать этим трендам создавать паттерны под эти тренды в стиле этих трендов в цветах и тогда в общем больше шансов быть замеченным больше шансов того что твой принт купят и так далее так девочки ну я закончила я включаю сейчас комментарии если у вас есть вопросы пожалуйста задавайте их у нас еще есть где-то 20 минут эфира я в принципе готова ответить на ваши вопросы как продвигаются ваши ваше рисование как продвигается напишите мне пожалуйста живые есть вообще ну что вопросов нет все таки есть сейчас я телефон возьму уже в руки ну вот такие лимоны получились да рисуете молодцы есть но если есть вопросы задавайте девочки ну вы успеете в любом случае да потому что запись будет и до следующего занятия до того как вам надо будет работать в фотошопе вы успеете нарисовать по цветам можем могут быть свои оттенки что вы имеете в виду вы имеете в виду применительно к этому к нашему рисунку если к нашему рисунку то безусловно оттенки могут быть у вас свои если у вас нету там какой-то какого-то цвета краски да если у вас лимоны будут не знаю не желтые какие-то оранжевого цвета ну ради бога пусть они будут оранжевые проблем не вижу дорисовывайте молодцы да я наверно ответил на ваш вопрос да по цветам вот я сегодня пользовалась вот исключительно невской палитрой это охра да охра как она называется правильно охра желтая охра желтая это ультрамарин это желтая и зеленая кстати говоря вот зеленый цвет зеленую краску из невской палитры у меня набор из 12 цветов в тубах я очень часто использую этот зеленый цвет он такой темный хороший зеленый цвет вот здесь для листьев я его смешивала периодически с ультрамарином чтобы получить вот такой немножечко глянцевый глубокий оттенок я его смешивала немножко с ультрамарином но в основном во всех своих работах я часто использую этот именно этот зеленый оттенок он такой очень близко к природному цвету как раз потому что у всех производителей красок на самом деле разные очень оттенки даже одного и того же цвета например саб грим есть цвет светло-зеленый он у меня тут кстати на палитре есть сейчас я вам его покажу да вот он видите он светлее такой вот покажу вам его на бумаге вот такой вот этот саб грим очень у многих производителей есть это кстати да это тоже у меня невская палитра у многих производителей он есть но оттенки на самом деле отличаются то есть у кого-то он может быть посветлее у кого-то он может быть потемнее у кого-то он погуще по концентрирование то есть еще от производителя к производителю тоже в общем есть отличия на самом деле вот я вам кстати покажу сейчас ту работу первую которую я рисовала для для нашей вот так вот видно да для афиши как раз вот для афиши вот справа это то что я рисовала несколько дней назад а это уже та которую мы рисовали сегодня с вами для примера вот вот собственно если есть еще вопросы задавайте девочки у нас осталось буквально что-то прям там совсем немного минут 15 до эфира то что касается скажем красок или маркеров да может быть кто-то будет рисовать маркерами маркерами конечно очень яркие получают цвета по сравнению с акварелью но они ну как мне кажется они не всегда актуальны все таки акварельные принты если вы сами посмотрите да на тканях даже отличие акварельного рукотворного принта от принта сделанного в эту в доп иллюстратор графический с помощью графического планшета например в программе это очень большие отличия но опять таки тут знаете кто к чему привык кто к чему привержен я например считаю что рукотворные принты да те которые вот от начала и до конца сделаны руками именно нарисованы не на планшете не в программе туда-сюда эти создавать принты хотя это тоже труд это тоже как бы искусство это тоже навык какими техниками рисования я еще пользуюсь я еще рисую ну скажем так стиль у меня практически все время один это ботаническая ботанический стиль я его обожаю в основном я пишу акварелью рисую акварелью акварель графика то есть это с помощью линеров и еще просто линерами это просто графика может быть но графику конечно чистить потом фотошопе выравнивать эти линии потому что даже если мы проводим ровную линию на правильной бумаге которая предназначена для графики да она такая прямо гладкая гладкая без всяких без всяких абсолютно даже самых мелких вкраплений которые могут быть на другой бумаге вот на этой например на сатине да у нее одна сторона немножечко более гладкая собственно сатин а другая с еле-еле заметным зерном среднезернистая мелкозернистая крупнозернистая бумага акварельная бывает но она практически без этого зерна но все равно выработка такая вот есть и если приглядеться ее можно увидеть а для бумаги на бумаге для графики там нету никакой выработки бумага идеально гладкая и ровная и если вы даже по линейке проводите черту какую-то деталь какую-то линером то все равно когда вы сканируете и потом начинаете чистить в фотошопе вы при увеличении видите что эта линия совсем неровная для того чтобы она у вас ровно отразилась при печати на ткани например да ее все равно приходится выравнивать чистить и это конечно гораздо сложнее чем выравнивать просто рисунок без контура чем я еще есть у меня два принта которые в прошлом году я использовал как раз на сумке и рюкзаки и в этом году планирую их использовать для печати на свитшотах пижамах домашней одежде у меня были нарисованы маркерами причем это случилось как-то очень неожиданно это были мной нарисованы инжиры и гранаты совершенно вырви глаз такие яркие красивые принты я на самом деле нарисовала их не с целью потом дальнейшего использования а маркеры на самом деле купила и решила что-то с ними нарисовать и маленькие были совершенно кусочки такие которые я нарисовала маркерами но эти два принта оказались просто совершенно настолько популярными я этого не ожидала если честно маркерами рисовать хорошо мне нравится да это как бы ярко получается красиво так что эти инструменты я тоже использую акрилом маслом я уже давно не пишу практически не пишу но акрилом иногда делаю какие-то такие декоративные работы на холстах но их я не использую в своих в переносе на принты и так далее никуда я их не использую в общем мне акварели вполне достаточно и на самом деле я хочу сказать что не надо разбрасываться да можно комбинировать например акварель да комбинировать с линнерами это уже совсем другой стиль получится и у меня в этом стиле есть платки вот например коллекция платков саргасово моря они стали безумно популярными особенно платок с гранатами вот там все как раз отрисовки у меня графика плюс акварель это очень хороший тандем мне он очень нравится я его люблю и в принципе на ткани ну если мы сейчас говорим применительно к тканям как раз они очень шикарно смотрятся очень красиво получаются в общем я рекомендую вам если вы увлекаетесь рисованием и хотите как-то себя по-новому попробовать свои способности то рекомендую можете купить линеры приобрести линеры с акварелью линеры я покупаю обычно микрон пигма микрон фирмы у меня не больше всех нравятся они достаточно долговечные бывают они разных номеров от самого тоненького 005 или 003 и до 08 это будет уже потолще линия вот если мы говорим про материалы и техники то это вот так вот ну хорошо есть еще вопросы не забудьте хочу вам напомнить да не забудьте выкладывать под хэштегом FVD принты свои работы не забудьте подписаться на организаторов и на участие на спонсоров нашего марафона и опубликовать те кто хотят дальше участвовать дойти до конца марафона и участвовать в розыгрыше наших ценных призов не забудьте сделать у себя перепост или анонс марафона нашего да все равно как вы это сделаете и я надеюсь что у всех у вас получилось я надеюсь что вы получили достаточно количество информации нужной ну по крайней мере на первом этапе дальше следующий эфир у нас будет с Катей и последний эфир у нас будет совместный каким должен быть пост анонса вы на в своем профиле должны разместить картиночку одну из картиночек которую выкладывала Катя у себя в профиле или я у себя в профиле да и написать что вы участвуете в марафоне указать организаторов спонсоров подписаться на них на нас всех нас там не так много 4 человека всего да 4 профиля вот собственно нехитрые условия совершенно так что я вам желаю дорисовывайте свои рисунки будет запись вы сможете пересмотреть посмотреть что-то уточнить если есть какие-то вопросы готовьте их и на последнем эфире совместном нашем с Катей мы будем готовы ответить на все ваши вопросы всем я вам желаю хорошего дня творческих успехов и помните что дорогу осилит идущий когда очень и очень чего-то хочешь обязательно получится всего доброго до новых встреч до новых встреч